Это программа «Израиль за неделю» на исходе каждой субботы. Я Борис Штерн и мои коллеги рассказываем вам о главных событиях минувших 7 дней в Израиле. Добрый вечер. Чудеса происходят постоянно. Чтобы не сильно нас удивлять, они обличены в законы природы и стабильно работают, сопровождая нашу цивилизацию. И все, конечно, к лучшему. На прошлой неделе ад и дожди, на этой плюс 38, к концу, правда, похолодало немного, но ведь и не май месяц. На прошлой неделе арбузы в Израиле были по 10 шекелей за килограмм, на этой уже 8,90. Бензин, опять же, подешевел еще в начале месяца. На переговорах у президента достигнут первый компромисс по юридической реформе. Иран на этой неделе опять пообещал разбомбить Тель-Авив и Хайфу. За что Хайфу вообще не ясно. Но вот согласитесь, мир становится лучше, стабильность есть, законы природы действуют. Скоро день независимости. Собственно, об этом и многом другом сегодня в программе «Израиль за неделю». Политизация памяти. Государственные праздники превратились в поле битвы, коалиции и оппозиции. Как отделить День памяти жертв катастрофы европейских евреев и День независимости от внутриизраильских противоречий? Экстренный финал. Ускоренная процедура репатриации для граждан Белоруссии и России закончена. Почему правительство пошло на такой шаг на фоне продолжающегося политического кризиса? Израильский мобильный. В Тель-Авиве завершается первый на Ближнем Востоке фестиваль мобильного кино. 250 работ из 50 стран мира. Международное жюри назовет лауреатов уже на следующей неделе. Отчет Омера. Почему в еврейском календаре время между праздниками Песах и Шавуот связано с подсчетом снопов пшеницы, которую приносили в храм? Как это отражается на духовном аспекте материального мира и почему это важно? Вы смотрите программу «Израиль за неделю». Политизация памяти. На этой неделе эти два слова стали главным рефреном текущих событий в День памяти европейских евреев, погибших во время Второй мировой войны. Он прошел при таком раздрае, что вопрос «кто мы и куда идем?» заиграл новыми красками. Серия скандалов недели началась в небе над Израилем. Утром во вторник пилот рейса «Эль-Аль» Тель-Авив-Нью-Йорк после вылета из Бен-Гуриона напомнил пассажирам о памятном дне. Подобные к Холокосту вещи могут произойти только при диктатуре. «И мы боремся за то, чтобы Израиль оставался демократией», – сказал командир экипажа. Его слова вызвали негодование пассажиров и коалиционных депутатов. Пилота потребовали уволить или, по крайней мере, отстранить от полетов. Авиакомпания от изречения сотрудника отреклась. Депутат Кнеста, отправящего Ликуда, босс Бисмут, в свою речь и вовсе начать не успел. Его выступление в одной из тель-авивских синагог было сорвано активистами движения против судебной реформы. Под крики «Позор!» законотворец спешно покинул здание. Инцидент в синагоге осудил глава партии Государственный лагерь Бенни Ганс, родители которого пережили Холокост. Он призвал народ к сдержанности в священные для Израиля дни. Неделя закончилась дискуссией о том, что политики не должны принимать участие в траурных церемониях, Дня памяти и даже ограничить себя в высказываниях в День независимости. Решения по этим вопросам до сих пор не приняты. Подробнее об этом поговорим с нашим гостем, научным руководителем Института евроазиатских исследований, профессором Зеевым Ханином. Профессор, добрый вечер, шаваатов, хорошей неделе. Добрый вечер, шаваатов. Как вам кажется, вот это словосочетание «политизация памяти» именно в этом году стало каким-то действительно очень важным рефреном всех государственных праздников. Все, что мы наблюдали в День памяти жертв Холокоста, оно как бы навеивает мысли о том, что мы действительно находимся вперед каких-то очень серьезных перемен. Или это просто очередная манипуляция СМИ, которые пытаются доказать, что вот все в стране плохо, все не так и не туда? Ну, начнем со СМИ. СМИ могут манипулировать тем, что есть. СМИ не могут манипулировать тем, чем нет. Они могут задавать повестку дня, но повестка дня, которую имеет потребителя. Если они будут нам рассказывать о сельскохозяйственных методах теоретического выращивания цитрусовых на Марсе, ну, это не станет. Это, может быть, заинтересует какую-то группу юных натуралистов, но не более того. Так или иначе, мы можем говорить о том, что манипулируют все, СМИ манипулируют, манипулируют средствами массовой информации. Но это говорит о том, что в обществе есть определенный, имеет место определенный контекст, определенный общественный запрос, обсуждать те или иные вопросы. Дальше, то, что вы назвали политизацией, да, вообще, или политизацией исторической памяти. Ну, давайте не будем забывать о том, что, во-первых, история у нас не такая уж долгая, как у еврейского народа. История очень долгая, да. Но история Израиля, она довольно короткая. Три четверти века – это не так много. И на протяжении всей этой истории она, в общем-то, на памяти людей, живы еще люди, которые присутствовали при создании государства Израиль. Поэтому, собственно говоря, сюжеты, связанные с историческими событиями истории страны, они вот непосредственно влияют на общественное сознание, на расстановку сил, на интересы и так далее и тому подобное. Это не, так сказать, не институт национальной памяти Польши, да, который обсуждает, что там было тысячу лет назад. Это вот происходило с нами вот сейчас. Мы вот вчера вышли из Египта, мы из него сегодня выходим, да, переносно мы в прямом смысле этого слова. Кроме того, давайте не будем забывать, что израильское общество, оно чрезвычайно политизировано. Ну, скажем, еще 20 лет назад в Израиле доля тех, которые были записаны в качестве членов тех или иных политических партий, была выше, чем в любой европейской стране. Больше только, наверное, в Соединенных Штатах, но там, собственно говоря, ты должен быть объявленным, так сказать, зарегистрированным. Республиканцам или демократам, или независимым для того, чтобы повлиять на процессы праймерис, которые, в общем-то, актуальны. Они решают, кто в этом стране будут кандидатами в президенты, да. В Израиле где-то порядка 12% населения еще 20 лет назад были в конце 90-х, в начале 2000-х были зарегистрированными членами той или иной политической партии. Сегодня меньше, но тенденция эта все еще существует. Только в Израиле существует институт домашних партий, за который голосуют поколениями, да. Только в Израиле руководители институтов по изучению общественного мнения являются героями анекдотов. В общем, так сказать, это вот фраза, которая была актуальна. Кто я, Мина Цемах, что ты меня спрашиваешь? Короче говоря, в этом смысле и такой важный сюжет, как национальная память, не может просто быть неполитизированным. Хорошо. Президент, выступая в Ядвашеме, во время церемонии обратился к нации и попросил снизить вот этот накал страстей. Забыть о в этом внутреннем конфликте, связанном, ну, нам казалось еще там до этой недели, что с юридической реформой. Получается, что не совсем с юридической реформой. И все равно, несмотря вот на эти призывы, оппозиция или общественная оппозиция выходит на демонстрации, которые заканчиваются, опять же, вмешательством полиции, перекрытием Айлона. И это знак того, что ничего не меняется, и все становится еще хуже. Ну, есть две разные, это две разные вещи, да, так сказать, мы должны развести два понятия. Первое, это набор сюжетов или явлений, феноменов, которые традиционно считают, находятся в рамках общественного консенсуса. Надо сказать, что в рамках этого общественного консенсуса всегда был цагал, безопасность, Иерусалим, коллективная солидарность, мединатор и вахатуш, называется государство всеобщего благосостояния. То есть, иными словами, дальше можно обсуждать это все ресурсы у государства, которые высокие налоги и обильные социальные программы, или низкие налоги, и государство помогает только тем, кто не может помочь себе само, помочь себе сами. Но все-таки должно, да, вот какой-то такой вот набор вещей. Понятно, что на протяжении последних лет, последнего десятилетия, полутора, эти сюжеты находились в состоянии, испытывали некоторую инфляцию, да, потому что происходило, появились новые темы в повестке дня, появились новые группы интересов, и так или иначе, общество раз за разом, с помощью той же СМИ, упомянутой вами, да, ваши коллеги раз за разом, и вы тоже ставите вопрос, а вот не нужно ли нам пересмотреть то или иное понятие, то или иное понимание, которое казалось незыблемым. Но казалось долгое время, что такие вещи, как память о погибших, память о катастрофе, память о тех, которые отдали жизни в войнах Израиля, это вот тот сюжет, который, ну, так сказать, тут уже дискутировать, по большому счету, не о чем. А казалось, что есть. А теперь есть о чем. Ну, может быть, тут дальше начинается вопрос из серии «А кто первый начал?», да? Если движение общественного протеста, давайте откроем скобки и скажем, что движение общественного протеста не представляет парламентскую оппозицию. Парламентская оппозиция так или иначе пытается вскочить... Это то, о чем мы так или иначе с вами, кстати, разговаривали в этой студии, и то, что представляется на самом деле наоборот. То есть у нас оппозиция в Кнести якобы управляет вот этим самым процессом протестов. Ведь на самом деле это не так. Вот нет. Это на самом деле мы видим здесь некий раскол, который тоже не характерен для израильского общества. Когда повестку дня задает не коалиция или оппозиция, а повестку дня задает гражданские организации. Или, как это чаще всего происходит, неформальные гражданские объединения, да? Те, которые возникли на волне общественных протестов. Такое было 12 лет назад, да, когда было движение социальных протестов. Правда, довольно скоро это движение социальных протестов оседлали политики, да? И вот появилась одна из двух главных партий сейчас у нас, например, Ешатит. Они появились, так сказать, на волне, то есть стали релевантны не в качестве секторальной, а в качестве общенационального левоцентрического движения. Так вот, как раз на волне этих самых протестов. Сейчас мы тоже видим, что происходит значительный раскол между гражданским обществом и государственными, и коалиционными, и не коалиционными институтами, да? Да, есть гражданские организации, которые поддерживают, скажем, предложенную правительственной коалиции, правящей коалиции судебную реформу. Но насколько мы можем судить, ну, хотя бы чисто по статистике, да, и по вопросам общественного мнения, существенно более ярко звучит голос тех, которые выступают против нее, этой самой реформы в рамках этого самого общественного протеста. Не все выходят на общественный протест, да? Ну, так или иначе, когда мы говорим, мы сравниваем, кто именно выигрывает от этого движения, коалиция или оппозиция, что по большому счету ни те, ни другие, да? В тот момент, когда оппозиционные партии, ну, или по крайней мере те, которые так или иначе изначально заявили, что они поддерживают движение общественного протеста, в тот момент, когда они переформатируют свой подход, да, и готовы уже ответить на те требования, на вызовы, которые дает это самое общественное движение, выясняется, что там уже все произошло уже иначе, появились новые требования, новые лидеры, новые представления, или изменилась планка этой вот самой готовности к компромиссам. Когда коалиция, наконец, понимает, да, что речь идет не о, я не знаю, там, купленных, я не знаю там кем, Белым домом, Госдепом или кем-то там еще, да, активистов, которые, весь интерес которых раскачать просто эту самую государственную лодку и ее ослабить, а действительно об общественном запросе и готовы прийти, предложить свой вариант компромисса, оказывается, что это слишком поздно или слишком мало, да? Так что в этой ситуации те темы, которые, казалось бы, вот по этому поводу есть консенсус, и мы их не обсуждаем, оказывается, что, коль скоро изменяются правила игры, значит, на столе лежит все, что лежит на столе, должно и может обсуждаться. Тем не менее, есть какие-то святые вещи. И надо полагать, что если, если, это такой ваш следующий вопрос, касается ли это, например, действий, которые будут так или иначе приурочены к церемониям Дней памяти. В День памяти и в День независимости. Или на самих церемониях, да? Я думаю, что... Ну, это то, что вот обсуждают на этой неделе. То есть обсуждают больше не смысл всех этих событий, не суть того, что мы отмечаем эти дни. Обсуждают в первую очередь, каким образом политики от оппозиции, политики от коалиции, внесистемная оппозиция, которую мы видим на улице, будет выступать на сцене. Она системная, но она не парламентская. Не парламентская. Хорошо, но ведь это не главное. И тем не менее, повестка дня выглядит именно так. Повестка дня на сегодняшний день, информационная повестка дня выглядит именно так. Но общественная повестка дня, я думаю, подавляющее большинство израильтян все-таки считают, что это святые вещи. И использовать их для удовлетворения конкретных политических интересов нельзя. Понятно, что можно или нельзя, это вопрос философский и субъективный, и каждый будет это решать для себя. Но в целом, я полагаю, что те группы или те личности, которые захотят максимуму использовать церемонии дня памяти, или, как это попытались использовать, памяти жертв катастрофы, или дня катастрофы, памяти катастрофы и героизма еврейского народа, или день памяти халалей, то есть погибших в войнах Израиля, скорее всего, те люди, которые готовы идти до конца, они все-таки составляют маргинальную часть израильского общества. Другое дело, как это подается, какое это влияние окажет на общественные настроения, тут, как говорится, мы с вами можем только гадать. Но если коротко отвечать, как вы думаете, как пройдут на следующей неделе два важных дня? День памяти солдат, жертв войн и терактов и День независимости. Хочется верить, или я даже сказал бы, что я, ну, на 90% уверен, что они пройдут и оставят большое впечатление. Они пройдут так, как большинство израильтян ожидали бы, чтобы они прошли. Как события, которые демонстрируют нашу коллективную солидарность, а не раскол внутри израильского общества, который тоже, конечно, никуда не делся. Профессор, спасибо за участие в программе. 75 лет нашему государству – это важная дата, безусловно, для нашей маленькой истории. Это вообще просто крупная, большая дата. Попытаюсь разделить ваш оптимизм. Шавуатов, хорошей недели, и до встречи. А что нам еще остается? Нам остается только быть оптимистичными. Шавуатов, всего доброго, хорошей недели. Вы смотрите программу «Израиль за неделю». Ожидаемый печальный сюрприз недели. Экстренная репатриация – все. Здесь по традиции стоит сказать «ой». Ну и, конечно, посетовать на то, что законы природы не всегда объективно хороши. Вот, например, на чиновников МВД и политиков в нашей стране они действуют не всегда. Ну или действуют, но не влияют. Формат упрощенного режима получения израильского гражданства был запущен весной 2022 года, главным образом для репатриантов из Украины. Затем к ним добавили потенциальных граждан из России и Беларуси. Правила консульской проверки были упрощены. Еврейским беженцам было не до апостелирования документов. Спустя несколько месяцев состав волны репатриантов изменился. Украинских репатриантов стало меньше, россиян и белорусов больше. В конце апреля 2023 года все это завершилось. На ускоренную репатриацию могут рассчитывать лишь те граждане России и Беларуси, кто въехал в Израиль до 15 апреля. Депутаты от оппозиции обещают обсудить отмену экстренной репатриации на заседании профильной комиссии Кнессета. Но это после каникул и с учетом того, что параллельно продолжается политический кризис и конфликт по поводу юридической реформы. На переговорах у президента на этой неделе достигнут первый компромисс. Но останутся ли силы и время у политиков на репатриацию? Большой вопрос. Подробности этих событий обсудим с заместителем мэра Аждода, политологом Эли Нахтом. Эли, добрый вечер, Шава Атов. Хорошей недели. Шава Атшалам. И все-таки вот странная ситуация получилась. То есть мы все спорили, все метали копья, молнии, демонстрации протеста, а оппозиция и коалиция достигли первого компромисса, который касается принятия основных законов и их статуса. И при этом тогда вопрос, а собственно из-за чего весь сырбор? То есть война по поводу чего? По поводу того, о чем стоило говорить с самого начала, не выводя людей на улицы? Или эта война вообще абсолютно о другом? Нет, я думаю, вы перепутали порядок, если можно. Я думаю, что вот эти все молнии, копья, грозы и все, что было, именно привели к этому. Я думаю, что без всего этого пресса, давления, сурборта, как вы назвали, который был у нас на улице, конечно, ничего бы не достигли. Я думаю, что все, что происходило в нашей стране, и, кстати, не только в нашей стране, например, компания, которая дает рейтинг нашему кредиту, МОДИС, насколько я слышал буквально в последнее время, были переговоры между Натаньяу и руководством компании о том, что Бениамин Таньяу без оппозиции, ее соглашение не проведет эту реформу, и тогда МОДИС согласилась не снижать оценку кредита Израиля. А просто скорректировать этот рейтинг? То есть, ну, опять же, тоже, вот вопрос, рейтинг якобы понижен, на самом деле он не понижен, он просто немного скорректирован, но, опять же, то есть люди, которые выступают против Натаньяу и против реформы, они говорят о том, что все, государство рухнуло, экономика рухнула, а все как-то вот оно выпрямляется и идет своим путем. Ну, смотрите, ясное дело, что нельзя говорить сейчас с абсолютными какими-то фактами о том, что все плохо или все хорошо. Очевидно несколько вещей, и далеко не впервые очевидно, о намерениях, которые были однозначные со стороны правительства, Натаньяу, министра юстиции, председателя комиссии по Конституционному суду и так далее, которые были готовы, и сегодня, кстати, очень настроены на то, чтобы провести эту или похожую, максимально подобную реформу, да, ну и ясно с другой стороны, что настрой там улицы, оппозиции, других партий и так далее, суда, Верховного суда, армии, ну, список очень велик, привел к тому, что на следующий момент все оба стороны немножко угомонились, угомонились, и теперь, когда немножко угомонились, и в том числе президент сыграл довольно положительную, успокаивающую роль, сегодня можно прийти к какими-то консенсиям, в том числе о том, что вы говорили, но это результат, результат того, что действительно все это... Общественного протеста и того, что демократия все-таки в опасности. Демократия, а, в опасности, демократия, б, сильна, и она, как говорится, доводит до того, что есть плоды этих действий, Никто не плюет на народ в том плане, что, ну, пусть они там бастуют, пусть демонстрируют. Мы все равно идем вперед. Мы понимаем, что протест на таком уровне. И мы с вами знаем, Борис, мы с вами знаем не впервые, что если уж чего-то Бенемент Аняо боится, это именно тех протестов. Я хочу вам напомнить про летние протесты по поводу дороговизны жизни, которые тоже привели тогда на комиссию Трахтенберг, на какие-то изменения законопроекты. То есть у нас демократия восторжествует, дай бог. И мы понимаем прекрасно, как сделать так, чтобы немножко загладить те острые углы, которые сегодня есть. С одной стороны, оппозиция в Кнессете получает повышение своих электоральных потенциальных возможностей по опросам в результате опросов, которые в результате протестов, опросов, которые проводились там в течение последних нескольких недель. С другой стороны, вот количество людей, которые выходят на улицы, становится меньше. И всем, на самом деле, вроде как уже на этой неделе абсолютно понятно. Оппозиция в Кнессете, люди на улице, это ни одно и то же, и по большому счету связи никакой нет. Ну, опять же, я извиняюсь, тоже трудно мне согласиться, потому что, ну, человеческий фактор. Вы понимаете, 17 недель подряд выходить на улицу, ну, это же, как говорится, человек в какой-то момент тоже уже устает. У него есть тоже чем заниматься. Мы не можем ожидать, что тот градус напряженности и той активности продолжалось, например, в течение года или двух лет. Я считаю, что он понизится. Но если вы увидите желание людей все-таки продолжать бороться, не все пойдут четвертый, пятый, шестой месяц на улицу, на баррикады. Но, тем не менее, нельзя сказать, что настрой утих, а оппозиция каким-то образом, и, кстати, мы это видим, мы видим это, потому что это прямым образом трансформируется на увеличение правительственных, вернее, оппозиционных партий о том, что действительно их поддерживают, их мнение, даже, скажем так, все больше и больше народа. Люди хотят спокойствия. Если достигнут компромисс, если идут переговоры, если мы видим какие-то вполне себе вменяемые, понятные результаты, почему продолжаются тогда протесты, а Илон перекрывается, а выходят люди, которые, получается, не представлены в КНС вообще? Очень хороший вопрос, на мой взгляд, очень хороший. Я думаю, что в нем ответ, это лично мое мнение, это очень большое недоверие ни к глава правительства, ни к его обещаниям, ни к его партнерам, потому что мы прекрасно знаем, что если сегодня, знаете, не мы, я извиняюсь, те, кто выходят и продолжают перекрывать дороги и демонстрировать, прекрасно понимают или думают, что он прекрасно понимает, что если сегодня вот это вот давление прекратить, все вернется обратно. То есть это нужно довести до конца. Вот это первое понимание этой истории. А второе понимание, что мы видим с вами прекрасно, что с одной стороны Бенемин Таняо все-таки пытается немножко успокоить историю, но его партнеры, его партнеры, да, продолжают в том же настрое, в том же духе, в том числе выдавать какие-то декорации в прессу и говорить о том, что мы все-таки это проведем и мы добьем. И министр юстиции сказал, что я не министр юстиции, я министр реформы. Понимаете? То есть получается, что перекрытый айлон, горящие покрышки и столкновения с полицией это гарантия того, что реформа в том виде, в котором она задумывалась, не пройдет? Однозначно думаю, да. И в моем понимании, это уже моя чистая интерпретация, что нужно побыстрее закончить, прийти к компромиссу, провести какую-то уже совместную реформу и забыть об этом. Потому что пока, пока не будет подпись на документе и пока не закончатся все эти переговоры и эти страсти, к сожалению, всплески этих страстей мы будем с вами видеть также и на улицах и везде. Но где гарантия, что в случае, если компромисс будет достигнут и закон все-таки пройдет, но это закон, о котором говорят и оппозиция, и коалиция, он так или иначе нужен, что люди оставят улицы в покое и жизнь превратится, вернется на какой-то нормальный уровень? Гарантий получается, что нет? Ну что значит гарантия? Люди должны понять, что они чего-то добились, люди должны понять, что все-таки система демократического общества останется демократичной и тому и подобной. Более того, это же также не один закон, мы же с вами знаем, там целых ряд законов, если, например, по одному закону, правительство говорит, что они по юридическим советникам, то есть они не готовы, скажем так, ждать какого-то компромисса, они будут его проводить. И я думаю, что это тот закон, который и оппозиция, мне так кажется, она может, может пропустить мимо себя, сказать, что ладно, вот с этим идите, но остальное ни в коем случае, потому что все-таки самый главный закон, это, конечно, состав членов комиссии по назначению судей. Именно так, и там, я думаю, ну, скажем, это категорический вопрос, который компромиссу никаким образом не может быть подан. Окей, это тема в развитии, тема, которая завершилась на этой неделе, экстренная репатриация, Министерство внутренних дел официально подтвердило, что теперь вот эта схема, когда репатриант потенциально приезжает в Израиль, не пройдя консульскую проверку за границей, закончена. Теперь все нужно опять проходить консульскую проверку в странах исхода, а по стиль всех документов мы проиграли. Ну, во-первых, это было очевидно, к сожалению, вы знаете, что я 15 лет занимался, как говорится, адвокатом в этой сфере, и для меня это было очевидно, потому что мы слышали желание тех же политиков, ультрарелигиозных, они хотели отменить, если вы помните, третье поколение, может быть, даже говорили о втором поколении закона возвращения. Сейчас идет речь о законе, который отменяет вообще выдачи загранпаспортов новым репатриантам, то есть вот и стал гражданином, отменяется, и многих других проблем, и это было очевидно, что что-то, какие-то гайки закрутятся. К чему это приведет, я вам хочу объяснить. Наш, кстати, новый министр Алия Абсорция говорит о том, что его русскоязычный Алия совершенно не интересует, наоборот, он хочет заниматься американцами и франкоязычными, и поэтому они хотят, чтобы русскоязычные евреи прекратили приезжать в Израиль, потому что они за них не голосуют, потому что они, может быть, едят свинину, потому что им не нравятся, и это никто не скрывает. И поэтому они решили сделать таким образом, чтобы люди не приезжали в Израиль, потому что если человек, я вам просто хочу рассказать ситуацию, симуляцию, приехал в Израиль, и он хочет здесь пройти консульскую проверку, он приезжает в Израиль, ждет в очереди полгода на визовый отдел, получает бланки на натив, на консула, ждет там полгода, пока он ждет консула, то есть он должен жить в Израиле практически год, непонятно на какие деньги, а мы знаем, что в Израиле это не так легко и не так дешево, и поэтому люди изначально не будут ехать. А, например, другие страны, как Молдавия, вы знаете, что сегодня происходит в Молдавии, и, например, русские граждане сегодня туда, ну, пускают с трудом внутрь Молдавии, и поэтому русские евреи, которые хотят пойти к консулу в Молдавии, потому что в Москве длинные очередя, они туда практически попасть не могут, то есть проблемы везде. Слава богу, что Нета Брискин, глава натива, действительно открыла экстренные точки дополнительных косу по всему, скажем, бывшему Советскому Союзу, понимая уже заранее подготовиться к этой ситуации, но мне очень жаль, мне очень жаль, что наше государство, которое было выстроено на Алие, потому что все, вы знаете, как говорится, и Гольда, и Бегин, мы все, в конце концов, дети репатриантов, оно приводит к тому, что закрывает наше еврейское государство перед новым репатриантом и перед Долимой. Это просто удар, удар по экономике, по культуре. Третий, каждый третий у нас врач в Израиле был русскоязычный. Это удар по всему, что только можно, а самое главное, удар по имиджу. Поэтому сегодня будет голосование на Всемирном еврейском конгрессе, где они будут осуждать это решение и так далее. Хорошо, посмотрим, как будут развиваться события. Я думаю, что на следующей неделе мы подготовим, наверное, большую часть программы, которая будет посвящена вот именно этому изменению, отмене экстренной репатриации, поскольку на следующей неделе будет более-менее понятно, куда же движется государство. Элинахт, спасибо за участие в программе, ваш комментарий. Шаватов, хорошей недели. Шаватов. Вы смотрите программу «Израиль за неделю». В Израиле завершается международный фестиваль мобильного кино. Фестиваль, известный уже десятый по счету, но раньше он проходил в Москве, теперь переехал к нам. Участники из 50 стран мира сражаются за призы. Жюри во главе с Сьюзи Баттелло, легендой мирового мобильного кинематографа, уже 28 апреля объявят победителей. Впрочем, прислали на фестиваль свою работу и далеко не все. Некоторым традиционным участникам мобильного кинофеста наш сионизм не очень как-то зашел. Ну, то есть и тут политика. Об этом мы не только поговорим с мотором и директором фестиваля Максимом Муселем. Он на прямой связи с нашей студией. Максим, добрый вечер, шава а то, в хорошей неделе. Борис, добрый вечер, шава а то, в хорошей неделе вам тоже. Во-первых, поздравляю с релокацией фестиваля. Во-вторых, логичный вопрос. Как фестиваль чувствует себя в Израиле? Ну, на самом деле, ответ очень простой. Дело в том, что, когда меня спрашивают, как я могу описать мобильное кино одним словом, я говорю «свобода». И для меня Израиль – это страна свободы. Поэтому очень логично и очень комфортно сочетание свободы творчества, которое дает мобильное кино, и свободы людей, живущих в Израиле. И мне кажется, что это очень хорошая конструкция, очень хорошее сочетание. Израиль считается весьма технологичной страной. При этом сам жанр мобильного кино, вроде и технология тоже. Но, с другой стороны, все-таки есть классическое кино. Долго ли пришлось объяснять израильтянам, о чем, собственно, речь? Ну, на самом деле, мы как раз и находимся на старте и в начале этого процесса. Не буду скрывать, что я прошел этот путь в России. Это заняло около пяти лет. И мне кажется, что это тоже немгновенная история для Израиля. Но именно поэтому мы проводим фестиваль, именно поэтому мы планируем какое-то количество образовательных проектов, лекций, семинаров. И мне кажется, что это тоже абсолютно реалистично, что технологичный Израиль поймет и примет творческие возможности, не только технологические, но и творческие возможности мобильного кино. Существует ли до сих пор конфликт жанров? Классическое кино против мобильного или конфликта нет, а мобильное кино – просто продолжение большого кинематографа? На самом деле, когда меня спрашивают, какой статус мобильного кино, я говорю, что все зависит от того, в какой стране и в какой ситуации мы находимся. Первый шаг мобильного кино в любой стране мира, где это все только начинается, такой. Всем кажется, что мобильное кино – это, ну скажем так, слабое подобие классического. То есть вряд ли они могут вообще уживаться вместе. Это такая какая-то любительская вещь. Следующий этап – тогда, когда всем становится понятно, что мобильное кино ничем не хуже и не лучше классического. И третий этап, как мне кажется, и это наиболее интересный этап, и сейчас весь мир находится именно в нем, когда мы говорим о том, что мобильное кино может быть другим и в каких-то ситуациях даже лучше, чем классическое кино, просто зависит от того, какие задачи решаются. Максим, на фестиваль прислали свои работы представители 50 стран мира. Как выглядит география и сколько работ было из Израиля? Ну, начну с грустного. Вот именно на этом фестивале из Израиля не было ни одной работы. Хотя на прошлых фестивалях несколько работ было. В основном это были музыкальные клипы, очень интересные, на мой взгляд, очень авангардные и необычные. Что касается географии, то она такая. Америка впереди планеты всей. В России, наверное, усилиями моих и моих коллег, в общем, тоже развивается мобильное кино. Но если говорить о еще одном очаге, в хорошем смысле слова, развитии мобильного кино, то это Азия. Это Китай, это Тайвань, это Индия, это, как ни странно, арабские страны. То есть, на самом деле, скажем так, там, где большое количество людей жаждет заниматься творчеством, но есть определенные барьеры для того, чтобы попасть в большое кино, там активно развивается мобильное кино и съемки на мобильный телефон. Сложно ли было объяснить участникам фестиваля эту релокацию? Все же одно дело фестиваль мобильного кино в Москве, а другое дело международный фестиваль мобильного кино в Тель-Авиве. Я не буду скрывать, что эта релокация привела как к увеличению числа работ определенных, так и уменьшению. Я наблюдал с большим интересом, что некоторые работы из мусульманских стран были поданы на фестиваль, а потом исчезли из списка, то есть их отозвали авторы. С другой стороны, многие украинские авторы, которые подавались и пытались податься на московский фестиваль, узнавая о том, что он российский московский, отказывались. И я им говорю, что господа, дамы, подождите, есть шанс, что мы все-таки с вами увидимся. И действительно, многие работы, которые не дошли до нас в прошлом году именно из-за этих событий, они пришли к нам в этом году. Так что одно заменилось на другое, я бы так сказал. Как влияет большое кино на мобильный жанр, понятно. А как мобильное кино влияет на большой кинематограф? На самом деле двумя способами. Первый – это стилистика изображения. Сейчас можно в современном большом кино найти очень много такого полудокументального, так называемого мокюментари съемки, в том числе с имитацией съемки на мобильный телефон или просто съемки на мобильный телефон. С другой стороны, есть великий немецкий и австрийский режиссер Ханеке, который в последнем или предпоследнем фильме просто использует съемки на мобильный телефон как часть своей драматической истории. Поэтому я бы сказал, что это и стилистически приходит большое кино, и просто кадры, снятые на мобильный телефон, становятся частью большого кино. С чего, собственно, начинать? Вот смотрит сейчас кто-то наш эфир и думает, ну у меня же тоже есть мобильник, снимать или нет? Ну, на самом деле, первый шаг, я всегда говорю, что первый шаг он очень простой. Надо преодолеть страх и лень, то есть надо начать снимать. Как только человек начинает снимать, не просто семью, а чуть более какие-то осмысленные истории, он начинает задумываться, а как мне это не просто снять, а как мне это смонтировать? Как мне с помощью этих кадров рассказать историю? Он начинает интересоваться кино, он может изучать его самостоятельно или пойти куда-то учиться. Поэтому достаточно глупо считать, что мобильное кино – это просто взял камеру и снимаешь. Это, конечно же, все-таки продолжение кино. Ну и самое главное, для этого мы и проводим фестиваль, а самое главное мы проводим показы, это фестиваль в синематеке в Тель-Авиве, чтобы все желающие пришли, посмотрели, воодушевились, ну и поняли, что можно делать с помощью мобильного телефона. Поэтому это и самообразование, и образование, и все-таки показы, которые мы делаем на Большом Украине. Имена победителей будут оглашены 28 апреля в Тель-Авивской синематеке. Меркантильный вопрос. А что ждет их в качестве призов? Хороший вопрос. Когда мы запускали 5 лет назад, кстати, фестивали 5 лет, мы запускали фестиваль, мы думали, нужно ли делать призы материальные. И стало понятно с течением времени, и мне кажется, это не изменится, что самое главное, что получают авторы, по крайней мере, по опыту взаимодействия с ними, это возможность показать свои фильмы публике в других странах. Это крайне важно для авторов. Они все спрашивают, насколько возможно приехать, и, надеюсь, в следующем году удастся и каким-то авторам приехать в Израиль. И, с другой стороны, у нас, конечно же, есть такие памятные, ну, скажем так, призы, статуэтки, которые мы рассылаем по почте, но вот именно денежного, материального приза мы по разным причинам не имеем. Может быть, благодаря Израилю у нас появятся какие-то гигантские спонсоры, которые позволят нам это делать, но мне кажется, что смысл мобильного кино в его демократичности и, может быть, важность встречи со зрителями, она самая существенная. Максим, спасибо за участие в программе, ваш рассказ. Спасибо с началом фестиваля в Тель-Авиве и удачи. Спасибо, Борис. Да, всем нам удачи. Шаваток. Хорошей недели. Вы смотрите программу «Израиль за неделю». Ну и о главном, о духовном. Кроме государственных праздников, у нас есть праздники традиционные. На прошлой неделе закончился Песах, впереди праздник Шавуот, а между ними дни, которые на иврите называются «Сферат Аомер» – отчет снопов злаковых, которые в день праздника Шавуот, в день дарования Торы, приносили в Иерусалимский храм. При этом сам процесс этого подсчета считается очень серьезной духовной практикой, влияющей на наш мир. Почему и зачем? Это узнаем у Равина Ильяху Гладштейна, основателя Иерусалимской общины «Ядрома». Рав Гладштейн, добрый вечер, Шавуотов. Хорошей недели. Добрый вечер, Шавуотов. Абсолютно понятно, что жизнь в Израиле, еврейская жизнь, когда был храм, выглядела совершенно по-другому. И счет Омера, отчет вот этих снопов, которые приносили в день Шавуота в храм, тогда все равно остался сегодня. Что же мы на самом-то деле считаем? Это некая попытка повторения физически того, что мы делали, когда был храм, или это некий новый, абсолютно, ну, скажем, духовного уровня процесс? Это эволюция всех тех процессов, которые были всегда. И просто в каждую эпоху они облачаются в новое одеяние. Что имеется в виду? Дело в том, что мы только-только закончили праздновать Песах, и мы находимся по пути к празднику Шавуот, Дню Дарования Торы. Единственная проблема, у Дня Дарования Торы нет фиксированной даты. И именно поэтому мы считаем дни, тем самым, как говорят наши святые книги, мы создаем некий сосуд, в который в День Дарования Торы Всевышний, когда дает Тору, исключительно от нас зависит, выстроили ли мы сосуд для того, чтобы эту Тору получить, или нет. И поэтому счет этих дней — это, по сути дела, не столько счет, сколько постепенно-постепенно мы строим некий сосуд, с помощью которого мы через 49 дней, то есть 7 недель отделяющих Песах, День исхода из Египта и День получения Торы, к этому моменту времени человек должен быть готов, чтобы эту самую Тору получить. Но комментаторы так или иначе постоянно упоминают вот эту сельскохозяйственную составляющую и Дни Омера, отчета Омера, и самого праздника Шавуот, когда говорят о том, что это праздник, когда приносили плоды в храм, а, соответственно, здесь не только духовное, но и абсолютно материальное действие. Во-первых, нет никакого противоречия между тем, что упоминается то, что есть некий процесс, в результате которого мы принесем плоды в храм. И, собственно говоря, в Песах мы едим очень специфическую еду. Мы едим Мацу, а Шавуот — это, по сути дела, один-единственный день в году, когда в Иерусалимский храм приносили квасное, обычный хлеб. Что имеется в виду? Имеется в виду то, что мы выходим с совершенно базового уровня в Песах, дальше идет период длительной, относительно длительной, духовной работы, которую человек должен сделать сам, и тогда он доходит до уровня Шавуота, до уровня дарования Торы, которая есть хлеб. Потому что хлеб — это очень странная еда на самом деле. Это чисто человеческая еда. И у нас есть несколько моментов, которые подчеркивают, что Шавуот — это та стадия, до которой нужно дойти. Это некий эволюционный этап, и достижение Шавуота — это достижение уровня человека. С чем связан вот этот период, когда мы движемся к празднику Шавуот? Ведь есть достаточно большое количество ограничений в дни отчета Омера, когда, например, не проводятся свадьбы, нельзя слушать музыку, не покупают новые вещи. Тогда что, собственно, главное для человека, если не свадьба, музыка, ну и новые вещи в каком-то виде? — Очень хороший вопрос. На самом деле, то, что я сейчас скажу, в прошлом году было бы невозможно сказать. И идея того, что эти дни являются, скажем так, полутраурными, они заключаются в том, что мудрецы говорят, что народ не очень понимает, чего мы в эти дни делаем. Потому что если мы, с одной стороны, говорим, что мы строим некий сосуд, а с другой стороны, мы просто считаем какие-то дни, не очень понятно, в чем смысл этих дней. Потому что если вся заповедь в том, что сказать сегодня такой-то, такой-то день Омара, каким образом это что-то строит? И потому что в прошлом году, в ноябре-декабре, у большинства населения Земли появилась возможность попробовать, что такое искусственный интеллект, чат GPT, то народ теперь немножко начинает понимать, что интеллектуальные усилия — это не все то, чем ограничен человек. И работа Омара — это не работа по счету, и это не работа по какому-то умственному усилию, это работа с эмоциями. И чем больше, соответственно, те идеи, как бы, чат GPT-3, чат GPT-4, все то, что доступно большему количеству людей, чем больше это будет проникать в массы, тем больше люди будут понимать, что это не про мыслительный процесс, а это про эмоциональную работу. И вот когда мы говорим о том, что это траурные дни, то это как раз показывает нам, что мы даже не понимаем, что Тора от нас хочет. Тора хочет не то, чтобы посчитали день, а то, чтобы мы в этот день изменились эмоционально. И вот эта эмоциональная работа — это то, что, например, Рижан Араба говорит, что гораздо легче выучить весь Талмуд, чем на минимальную какую-то долю изменить свои психологические качества. Ну, изменить свои психологические качества в нашей стране, по-моему, не очень сложно. У нас тут каждый день какие-нибудь изменения. Но часто очень все говорят о том, что то, что происходит, или то, что написано в Торе, находит отражение в нашем современном мире. Вот эти все биения политические, постоянное состояние или ощущение скандала — это то, что мы можем сейчас исправить, но почему-то не исправляем. Хотя вот чат GPT у нас есть. Та причина, по которой мы до сих пор проворачиваем колеса и пытаемся через 75 лет после основания государства Израиль понять, что же это за государство, зачем оно нам нужно, какое оно должно быть, означает, что вот эту эмоциональную работу мы не сделали. Потому что, как мы уже говорили, что невозможно воспринимать вот этот счет Омара в отрыве от контекста. Мы вышли в Песах из Египта, мы имеем в виду внутренний Египет, мы сейчас должны заниматься какой-то работой, как мы сказали, это эмоциональная работа, и мы должны в Шавот прийти уже готовыми к моменту получения Торы. Вот этой эмоциональной работы мы ее до сих пор не сделали. Ну, то есть не сделали как? То есть государство есть, институты есть, границы есть, у нас есть паспорта. Да, в общем, мы рады, на самом деле. На следующей неделе, День независимости, традиционно будем жарить шашлыки. Совершенно верно. Я как раз про это и говорю, что формально все есть, а какое должно быть содержание, каждый немножко сомневается, что там должно быть. И это очень удачно получилось, что уже почти большая часть еврейского народа живет в Израиле, и постепенно, постепенно, находясь на Святой Земле, мы, собственно говоря, сможем понять, что мы здесь делаем, как мы будем реализовывать Тору. Это то, что говорят в Израиле, это очень хорошая фраза, называется «Хазарну ля Арцейну, нагзор ля Ацмейну». Мы вернулись на нашу землю, а теперь мы вернемся к себе. Вот этот процесс начался, он будет долгий, он, к сожалению, весьма болезненный, но он идет. Кто или как правильно воспринимать, или кто правильно воспринимает вот эту окружающую действительность? Мы отмечаем, ведь все праздники достаточно серьезно, ну, несмотря даже на то, что государственные праздники традиционно формализированы. В нашей стране это как бы не так. Вот День независимости, военного парада большого нет, все выглядит абсолютно по-домашнему, жарим шашлыки. Опять же, это ведь тоже уже часть какой-то нашей внутренней традиции. По поводу того, как празднуется День независимости, по поводу того, как празднуются и все остальные праздники в Израиле, есть широчайший спектр от тех людей, которые вообще игнорируют этот день, до того, что это, собственно говоря, самый главный день года. И это все упирается как раз в то самое время, в котором мы находимся. Ведь в месяце Яре, который как раз наступил, вот Шаббат, находится Йома Ацмаут, День независимости Израиля, находится Лакбаомер и находится Йом Иерушалаем, День Иерусалима. День памяти погибших солдат. День памяти погибших солдат и всех защищавших землю Израиля. Дело в том, что все эти праздники, они новые. Если вы послушаете, сделаете выборку, то вам все именно про эти праздники, именно про эти четыре дня расскажут совершенно разные вещи. Почему? Потому что что означают эти дни на данный момент времени находятся в процессе формулировки. Именно поэтому ничего формального в эти дни праздновать невозможно, потому что каждый считает, что его нужно праздновать по-другому. Трудно счет Омера провести так, как необходимо. Во-первых, считать, во-вторых, соблюдать вот эти полутраурные правила. Смотрите, во-первых, этот, собственно говоря, полутраурный период времени, он относительно короткий. Он, условно говоря, начался по окончании семи дней празднования Песаха и закончится для части народа в Лак-Бо-Омер, 18-го ияра. А для части народа, он, собственно говоря, только начался в Рош-Ходыш-ияр, вот в Шаббат, и продлится уже до шевота. Поэтому там, по сути, месяц, который не так уже и тяжело праздновать. И из всех ограничений, по сути дела, там есть один период времени в две с половиной недели, когда не играют свадьбы и запрещена музыка живьем. Можно слушать музыку в записи. По сути дела, ограничений только две с половиной недели свадеб. Это проблема, но она решаема. Есть шанс, что когда-нибудь, ну, в обозримом будущем, я надеюсь, все-таки у нас произойдет вот это понимание всех вещей, о которых вы говорили, и мир действительно приобретет некую гармонию. Стремиться ли к этому, потому что это необходимо, или просто думать об этом, потому что это хорошо? Перед тем, как дойти до стадии, когда становится все понятно, мы всегда проходим через стадию, в которой ничего не понятно. И я, судя по тому, насколько все становится менее и менее понятно, мы семимильными шагами двигаемся к пониманию того, как оно будет. Слава Богу. Раф Гладштейн, спасибо за участие в программе, ваш комментарий. Шаватов, хорошей недели и до встречи. Шаватов. Это все на сегодня. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки, о том, как мы проживем следующие 7 дней, вы узнаете в нашей следующей программе «Израиль за неделю» на канале RTVI. Я же с вами прощаюсь. Шаватов, хорошей всем недели, здоровья и мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова